Вход идет в вибронога. В областном центре возобновили работы по благоустройству уличной дорожной сети. Не зная броду, не суйся в воду. Благовещенцы игнорируют призывы спасателей и купаются где попало. И вы в танцах. Горожане серебряного возраста учили прохожих танцевать кадриль. Об этом и не только расскажем прямо сейчас. В эфире новости города. Здравствуйте. И к первой теме. В среду с утра два перекрестка в самом центре города станут недоступными для проезда транспорта, в том числе общественного. Участки перекроют для проведения работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». На перекрестке улиц Ленина и Шамановского движение заморозят всего на четыре дня. За это время рабочие оборудуют здесь ливневку и заасфальтируют дорогу. До конца недели семь городских маршрутов изменят схему движения. Кольцо, Четверка, Девятка, Одиннадцатый, Тридцатый, Тридцать первый и Двадцать восьмой будут объезжать участок по Трудовой и Зейской. Искать альтернативные пути придется и тем, кто пользуется перекрестком Амурской-Пушкина. Этот участок закроют на две недели. Там пройдут те же работы, что и на Ленина-Шамановского. Подробную схему движения автобусов можно посмотреть на сайте администрации и tv-город.рф. На улицах областного центра тем временем вырастают остановки в европейском стиле. Они полностью прозрачные и, несмотря на то, что изготовлены в основном из стекла, практически не боятся рук вандалов. Один остановочный павильон из многослойного каленого материала «Триплекс» на прошлой неделе установили в районе улицы Лозо и Ленина. Через стеклянные стенки пассажиры могут рассмотреть приближающиеся автобусы. Крыша защитит горожан от осадков, а возможность передохнуть подарит лавочка с сидением из лакированного дерева. Со дня на день подобная конструкция порадует и жителей улицы Василенко. Специалисты уже собрали стальной каркас павильона. Стоит отметить, что раньше рядом с институтом СОИ никогда не было автобусного пункта. Теперь здесь будут останавливаться 12 и 38 маршруты. Обустройство данного остановочного пункта значительно сократит расстояние для жителей, которые особенно проживают по улице Василенко в сторону промышленной. Там тоже строится так называемый микрорайон Подсолнухи. В областном центре возобновилась летняя ремонтная кампания. Вернуться на свои рабочие места специалистам наконец-то позволила погода. Впрочем, несмотря на многочисленные ливни, от намеченных графиков подрядчики пока не отстают. К октябрю они успеют сдать все участки, что числится в программе ремонта улично-дорожной сети. На некоторых из них побывала Кристина Коширина. Две ноги хорошо, а три еще лучше. Так между собой шутят рабочие, которые строят тротуар в районе улиц Островского и Перспективной. Утрамбовать место под плитку им помогает вибронога. Устройством управлять сможет не каждый. Оно бьет по земле с такой силой, как если бы по ней проехал каток. Зато в будущем грунт ни за что не просядет. Рядом рабочие уже выкладывают бордюрный камень. Позже его облачат в бетон. Сам тротуар будет широким, чтобы на нем смогли разойтись два человека. И это еще не все работы, которые предстоит сделать по проекту. На следующей неделе будем производить монтаж наружного освещения. Будут устанавливаться 11 опор тротуарных. Ну, они будут невысокие. Работы более масштабные развернулись у областной детской больницы. Здесь специалисты без тяжелой техники не обойдутся. К благоустройству участка по Октябрьской подойдут комплексно. Вот здесь в ближайшее время заасфальтируют проезд для машин скорой помощи. Рядом обустроят зеленую зону. Еще левее уложат тротуар. Ну, а самое большое место отведут под автопарковку. Последняя в этом районе была и раньше, но слишком маленькая. Вскоре вместо 33 машин территория сможет вместить 74. Расширить ее позволил перенос двух киосков. Плюс парковочные места добавили прямо вдоль трассы. На реконструкцию этого участка по проекту уличной дорожной сети предусмотрено 3 миллиона 300 тысяч рублей. Всего же в рамках программы потратят больше 85 миллионов. Работы приостановились в связи с проливными дождями. На сегодняшний день они возобновлены и производятся на 11 участках. Всего этим летом в рамках программы уличной дорожной сети запланировано 25 участков. Один из них уже готов на 100%. Это квартал Амурская от Островского до Шимановского. Здесь уложили тротуар с тактильными элементами. Оценить результат работы на всех участках горожане смогут к октябрю. Кристина Коширина, Андрей Белый, программа «Город». Пять городских перекрестков этим летом оборудуют светофорами. Их установят по многочисленным просьбам горожан. В первую очередь там, где у автомобилистов постоянно возникают сложности при пересечении улиц. Электронный регулировщик уже появился на перекрестках Воронково-Кантимирово и в районе Текстильной 116. Сейчас они запущены в тестовом режиме. Также в этом году «Трехглазый» заработает в 800-м квартале. Объект установят недалеко от многоэтажки по адресу Муравьева, Амурского, 17. Кроме того, ряд городских светофоров ждет модернизация. На Лозо от Амурской до Горького и Театральной от Октябрьской до Вокзальной их перенесут на консольные конструкции. Шумовые полосы появились на трассе Благовещенск-Свободный. Необычная разметка разбудит водителей, когда они приблизятся к участкам, где нужно сбавить скорость. Новые полосы – это ряд поперечных неровностей на проезжей части, вызывающих вибрацию автоподвески и увеличивающих шум колес. Проезд по такому участку взбодрит рулевого и даст понять, что нужно быть осторожнее. Видно полосы в любую погоду и время суток. Ночью, к примеру, разметка отбивает свет фар. В Министерстве транспорта уверены, что такая мера позволит снизить количество аварийных ситуаций на федеральной трассе. На полметра за сутки упал уровень Зей в районе Благовещенском. Почти такое же падение воды отмечено и в районе Белогорье. Несмотря на это, в селе продолжают работать три насосные станции и 12 мотопомп. Благодаря им в селе удалось сдержать Зею и грунтовые воды и не допустить подтопления жилых домов. Влага добралась только до приусадебных участков сельчан. В связи с этим белогорьевцы написали 88 заявлений на получение компенсации. В Благовещенске таких обращений полторы тысячи. Пока факт подтопления дома подтвердился только в 15% случаев. По большей части комиссия только тратит время на объезды, говорят в администрации. Вот в этой ситуации не будет гуманитарной помощи, потому что гуманитарная помощь нужна тем, кто сегодня остался в том, в чем был, когда вышел, когда был, извините, поток этот вот. И стройматериалы будут именно тем, у которых сегодня просто нет жилья. И ему надо сегодня это жилье либо восстанавливать, либо заново строить. 2 августа на дамбе в Архаринском районе утонули мужчина и его 9-летний сын. Их затянуло водоотводный шлюз с сильным течением. В этот же день быстрый поток едва не унес жизнь молодого благовещенца, который решил окунуться в Амур. На помощь пришли спасатели. Амурчан настоятельно призывают не купаться во время паводка, ни в реках, ни в других водоемах. Впрочем, этим летом горожане как никогда изобретательны и не притязательны при выборе места отдыха. Специалисты Роспотребнадзора не устают удивляться. Смотрите сами. Случайно с воды слез. Там сидели, случайно слез. От случайности до трагедии один шаг. Уровень воды в Амуре высокий, а течение сильное. 15-летний Илья Долгорук говорит об этом знает. Поэтому в реку зашел только ноги помочить. Плавать и нырять предпочитают в местах, где дежурят спасатели. Ну, в принципе, вообще воду люблю, но в незнакомых местах стараюсь не плавать. Как бы не знаешь броду, не лезь в воду. Плаваете вообще хорошо? Так, в среднем. Герои этого ролика в своих силах гораздо более уверены, чем Илья. Взрослые дети прыгают в Амур вопреки здравому смыслу. Городские спасатели, чьи вышки почти полностью ушли под воду, дежурного поста все равно не оставляют. Ежедневно отгоняют от реки любителей экстрима. Напоминают, что даже загорать на парапетах возле воды опасно. Может смыть волной. К тому же, как показывает жизнь, в полноводной бурливой реке люди тонут быстрее, чем в спокойной. Спасатели могут не успеть среагировать. 29 июля спасали мужчину. Он спустился, окунулся, подскользнулся и попал в течение реки. Нам тяжело среагировать, потому что когда низкая вода была, мы были на пляже, мы всех видели, за всеми следили. А при таком высоком подъеме воды мы не успеваем за всеми реагировать. Мы не успеваем быть от одной точки, например, от точки А до точки Б доходить, не успеваем видеть людей. Вот в этом опасность. Где спасатели не дежурят, так это возле луж, образующихся после ливней. А зря. Оказывается, горожане в погоне за острыми ощущениями не гнушаются и этими природными водоемами. Специалисты Роспотребнадзора на такое реагируют резко. Мы же должны понимать, наверное, что та большая вода, которая пришла, она сметала все на своем пути, в том числе и кладбище, туалеты и прочее. Естественно, в этой воде купаться просто нельзя. В лужах купаться нельзя. Наверное, понятно всем. И детям нельзя разрешать в лужах сидеть. Ну, знаете, там люди сморкаются, плюют. Городские власти и спасатели просят благовещенцев взять себя в руки, подождать, пока погода наладится, а уровень рек упадет. И потом выбирают для отдыха только специально оборудованные места. Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город». В районах, пострадавших от наводнения, тем временем продолжается вакцинация населения. Медики стараются не допустить вспышки инфекционных заболеваний. От вирусного гепатита А провакцинировали полторы тысячи взрослых хамурчан и 670 детей. Прививку от шигелеза получили 780 человек. От брюшного тифа – 248. Фагированием охвачено более 900 пострадавших. Это не совсем вакцинация. При фагировании в организм вводят препараты бактериофагов для профилактики бактериальных инфекций. Наиболее уверенные темпы вакцинации в Мазановском районе. В Свободненском и Изейском районах охват населения прививками стремится к 100%. 55 комплектов новой формы для юноармейцев приобрели в 6-м лицее Благовещенском. Это стало возможным благодаря президентскому гранту. Проект «Духовные скрепы юноармии» разработанный общественной организацией «Открытое сердце» совместно с ДВОКУ и лицеем номер 6 победил в конкурсе, который организовал фонд президентских грантов. На полученную сумму около 1,5 млн. рублей организуют областные сборы юноармейцев и устроят бал в честь Дня Героев России. Часть денег выделили на покупку новых комплектов формы. В настоящий момент мы приобрели форму, уже подошла в течение месяца форма для юноармейцев. Мы заказывали 25 комплектов. И полностью комплекты – это берцы, рубашки, курточки, береты. И отдельно заказали еще 30 комплектов для вновь вступающих в ряды юноармии. У нас будут проходить областные сборы юноармейцев, и в рамках этих сборов мы будем принимать юных, новых членов в ряды юноармии. По условиям фонда президентских грантов, каждый предмет должен быть помечен соответствующим логотипом. Их расклейкой сейчас занимаются волонтеры. Благовещенцев зовут стать свидетелями сражения между советскими и японскими войсками. Военно-историческая реконструкция боя 1945 года пройдет на территории полукапонира в селе Марково. В воссоздании боя задействуют сотню человек, боевую технику, гражданскую авиацию и пиротехнические спецэффекты. Для участников специально сшили военную форму, приобрели образцы вооружения времен Великой Отечественной. Танк Т-34, миномет, винтовки Мойсина, пулемет «Максим». Освободительную операцию представят курсанты ДВОКО, росгвардейцы, пограничники и общественники областного центра. После показа боя гости смогут устроить фотосессию с участниками реконструкции и отведать полевую кашу. Историческое действие начнется в полдень 10 августа в селе Марково. Зрителей просят не забыть паспорта. Без них не пропустят на приграничную территорию. Кардионагрузка и способ знакомства. Объединяет в себе простой русский танец кадриль. Научиться танцевать его можно было на выходных на площади Ленина. Мастер-класс для всех желающих провела Ассоциация пожилых людей. Как первый этап подготовки к танцевально-оздоровительному фестивалю. Подробности в сюжете. Теперь, пожалуйста, становимся в общий круг попарно. Найти себе пару, освоить простые движения, шаги, оканчивающиеся пяткой, обходы и кружения. Вот все, что требуется от участников мастер-класса. Татьяна Мирозам пришла просто поддержать маму. Не устояла, присоединилась. С движениями разобралась сразу, но сложности все же возникли. Круг из партнеров слишком большой. Обойти его полностью в одну танцевальную композицию оказалось энергозатратно. Это нагрузка на сердце, я все же думаю, потому что дыхание, кардионагрузка такая достаточно серьезная. Я стала задыхаться, пока окружилась в танце. Я вообще удивлена, как люди в таком цветущем возрасте могут довольно-таки долго танцевать подобные танцы. Члены Ассоциации пожилых людей этот танец любят. Раньше обучение кадриле входило в обязательную программу воспитания юношей и девушек. Не зря его называют семейным или танцем знакомства. Ведь за три минуты в нем можно сменить порядка 30 партнеров. У каждого хватит времени узнать имя, рассмотреть цвет глаз, перекинуться парой фраз. Мы проверили. Русский танец его танцуют очень давно. У нас есть и сельская кадриль, и городская кадриль, и московская кадриль, и длинная кадриль, и короткая кадриль. Это очень такой задорный танец. Конечно, танцуют в коллективе, там начинается в круг пары, а потом в парах меняются. Мастер-класс по кадриль на площади Ленина длился час. Это был первый этап областного танцевально-оздоровительного фестиваля. Второй пройдет 17 августа на стадионе «Амур» в 11 утра. Вход свободный. Регина Сорокина, Денис Лугов, программа «Город». Благовещенский ансамбль «Ровесники» представила Россию на международном фестивале в Израиле «Кармиэль-2019». Ребята станцевали на одной сцене с коллективами из Бразилии, Мексики, Индии, Венгрии и еще восьми стран. Приглашение на фестиваль наш ансамбль получил после выступления на международном фестивале ЮНЕСКО в Южной Корее. Именно там организаторы «Кармиэль» и отметили мастерство амурских танцоров. На сцене в Израиле «Ровесники» смогли дать сольный концерт с часовой программой. Всемирно известный фестиваль проходит на протяжении 32 лет и ежегодно собирает более 2000 артистов. Танцуют в самых разных жанрах. Народные танцы, модерн, джаз, классический балет. Субтитры создавал DimaTorzok